Работники военного комиссариата отмечают, в этом году призывники на службу отправляются с охотой. Причин несколько. Во-первых, многих из ребят уже не страшит неизвестность. Около 60 человек получили военную специальность в ДОСАФ и знают, чем будут заниматься в армии. Во-вторых, условия службы сильно изменились в лучшую сторону. Сейчас нет той истерики, которая была раньше, а несколько лет назад буквально. То есть те препоны основные, которые служили причиной для уклонения молодых людей, они практически сняты сегодня. Сами вооруженные силы живут совершенно другой жизнью, насыщенной боевой учебой, боевой подготовкой. И, конечно же, ребят многих это прельщает. По новому закону молодые люди, уклонявшиеся от службы в армии, получают только справку. С таким документом могут не принять на работу в государственные учреждения. Это еще одна причина не игнорировать повестку. Призывники теперь и сами осознают, насколько важно выполнять свой долг перед Отечеством. Мне кажется, каждый гражданин Российской Федерации должен пойти служить в армию, независимо от того, что он ограничен или негоден. Но все равно должно быть у него желание служить, потому что это долг, обязанность. Все-таки каждому мужику надо подержать оружие в руках, научиться всему, посмотреть. Призывников, имеющих высшее образование, служба теперь тоже привлекает. Недавно они получили серьезное преимущество. У них появилось право служить по контракту и даже выбирать военную часть. Всего так называемых контрактников по Нижнекамскому району порядка 400 человек. Среди них и те, кто не захотел возвращаться, отслужив положенный год. Примерно каждый 20-й нижнекамец остается в армии по контракту. Айрат Салимов, Рушиняв Алиева, Артур Довлекаев, телеканал Нефтехим.